И теперь о телепремьере. Сегодня на первом канале Татьянина ночь. После программы «Время» сразу две первые серии. Новая история о том, что несмотря ни на какие испытания и драмы, можно достичь счастья. Фрагменты картины уже посмотрел Манису Усманова. Вы, пожалуйста, ознакомьтесь. Что это? Подписка, а не разглашение. И приглашение в КГБ. Там ищут таких, как Тани Голубева. Толковых студентов с идеальным знанием языка готовят в вербовщике. Иностранных гостей Московской Олимпиады. Но девушка отказывается. Шпионские игры в план ее светлого будущего не входят. Пока. Подожди. Ты что, мне предложение делаешь? Уже сделал. Мои предки сегодня с твоим будут говорить. Жених, видно, однокурсник. Сама гордость МГУ. Любимая дочь в профессорской семье. Живет на Ленинском, одевается в березке. У хорошей девочки Тани все хорошо. Пока однажды в ее дверь не стучится беда, за которой пришла не одна трагедия. Девушка осталась без отца, а теперь рискует потерять и мать. Ты встанешь на ноги? Зачем? Ты будешь ходить? Куда? Саша, нет, некуда мне ходить. Люди жили, у них были какие-то мечты, и они должны были сбыться, потому что все было хорошо. И вдруг в одночасье может измениться все. Как ни странно, что взрослый человек оказался слабее перед судьбой, чем молодая девочка. Аминогон – это наш единственный шанс. Я достану. И как можно скорее. Времени, как и денег, отчаянно не хватает. Лекарство импортное, дорогое. Таня работает, голодает, но десятки рублей не спасут, когда срочно нужны тысячи. Один на один с ударами судьбы, путем пробы и ошибок, выясняет, кто в итоге друг, кто враг, а кто так. Вы вообще знаете, как это называется? Знаю. Это роман с обеспеченным иностранцем. Это обдуманный и дальновидный шаг. Танюша, я же тебя не по рукам пускаю. Только Карл и все, никакой грязи. Пинок в реальной, с которой Таню не знакомили. Ее Москва как с открытки вдруг поворачивается спиной. Совсем иной мир, где у успеха сомнительно шлейф. И даже когда появилась надежда, пригласили моделю в легендарный московский дом моды. Оказалось, деньги добываются вне подиума. До 11 вечера все мы манекенщицы, а с 11 до утра мы валютные шлюхи. Мне кажется, что ее просто там где-то свыше, наверное, проверяли. Проверяли, может ли она. И она прошла вот определенный путь. Довольно, в общем, ну вот я сейчас говорю, у меня даже мурашки, потому что я вспоминаю все кадры. Я вспоминаю вот всю эту ситуацию саму, которая с ней произошла, и через что она ее провела. Все ее взлеты и падения под пристальным наблюдением. Майор КГБ Юрий Рогов ведет Таню с самого университета. Заставить девушку вербовать иностранцев теперь легче. Она уязвима, а значит управляема. Вот только спокойно наблюдать, как она попадает в расставленные им сети, ему все сложнее. Не может ее оградить всецело и полностью, потому что он исполняет свои служебные обязанности. И по-человечески где-то начинает просто его вот этот вот жесткий каркас давать трещину и слабину, потому что он понимает, что он привязывается к ней все с большей и большей силой. События в фильме, конечно, выдумка, но время и обстоятельства реальные. В преддверии Олимпиады Москва жила двойной жизнью. Внешне благополучной и подпольной. С большими трагедиями маленьких людей. Таня оказалась между этих двух миров, чужой среди своих и чужих. Ведомая лишь надеждой, что за ночью, наступившей в ее жизни, когда-нибудь все же придет день.